В детском образовательно-оздоровительном центре Дуслык прошел заключительный этап Республиканской Олимпиады школьников по геологии. Все подробности далее. Сегодня геологию как отдельную науку в школах не изучают лишь фрагментарно в курсе географии. Поэтому подобные олимпиады помогают школьникам сделать осмысленный профессиональный выбор. Организаторами выступает Министерство образования и науки Республики Татарстан и Казанский университет. Сотрудники Казанского федерального университета являются членами методической комиссии Олимпиады, членами жюри Олимпиады, подготавливают задания и, соответственно, непосредственно работают со школьниками во время Олимпиады. Со школьниками на Олимпиаде работают и сами студенты Казанского университета. Организуют для них интерактивные площадки и разнообразные викторины. Находим аномальный объект в коробке с песком. С помощью геофизического метода электроразведки. Студенты помогают ученикам определить сопротивление. И там, где у нас аномальные значения, они могут найти этот объект и определить, где он находится, построив карту. Мы будем проводить геоквиз, где школьникам будут представлены вопросы про геологию и им надо будет на них ответить. Например, вопрос про описание какой-либо реки. Надо им именно понять, где эта река находится и что это вообще за река. Среди участников есть учащиеся IT-лицея и школы юного геолога Казанского университета. На палеонтологии нужно было просто определить фасилию, ископаемое животное, окаменевшее. Его характеристики, когда оно жило, чем жило. У тебя, грубо говоря, есть 12 камней. Ты не знаешь, что это. Тебе нужно определить, написать название, состав. Стоит отметить, что олимпиад по геологии в Татарстане всего три. Помимо республиканской, это еще и полевая олимпиада юных геологов, а также межрегиональная геологическая олимпиада Казанского университета. Для многих ребят, которые прошли через геологические олимпиады, это мероприятие стало путевкой в жизнь. Они поступили в Институт геологии и институт газовой технологии Казанского университета и сейчас являются уже наставниками для школьников. А некоторые уже успешно строят свою профессиональную карьеру.